Субтитры делал DimaTorzok Когда новые корабли добавлялись в игровой магазин только спустя минимум полгода после их релиза, мы решили пофантазировать и привести некий легкий анализ ожидания от года, беря точку отчета в недавнем прошлом. Конец 2019 года запомнился, пожалуй, одной из самых ярких выставок. Карак. Снежная буря. Майкротек. Перемещение в другую систему. На первый взгляд казалось, что ЦИК уже набрали обороты и остановить этот несущийся локомотив уже нельзя. Мощные слова про систему полного постоянства, а далее такой яркий и всеми долгожданный сервер-мешинг, являющийся подобием священного Грааля. Вроде все о нем слышали и понимают, что он должен делать, но никто и никогда его не видел. С приходом патча 3.8 приходит осознание. Да, именно так. Сейчас серверный обжект-контейнер стриминг. Рукой подать до обещанного 4.0, а там и до сервер-мешинг недалеко. Такие были наши мысли. Самые оптимистичные и наполненные логизмом. Но уже весной что-то пошло не так. Вместо волшебного красивого патча 4.0, который должен был нести на своих плечах еще один столб в SEA Star Citizen Item Cache, разработчики подкладывают даже не свинью, а тыкву, которая даже не настоящая, а пластиковая. Пустая по сути внутри. Получив пусть и не полную, но все же технологию постоянства, хоть и крайне выборочного на наш взгляд, 3.10 а-ля 4.0 в кавычках, дает игрокам еще один вариант таргетинга и обновленную летную модель. По сути, именно на этом и строится все июльское, медленно, но верно перетекающее в августовское обновление. Сам участник разработки Джон Крю в импровизированном интервью рассказывает, что система таргетинга являлась самым спорным решением, которое привело к дебатам как внутри, так и снаружи. Что же на периферии у 3.10? Некий мешок из объединенных деливери-миссий, а-ля акция в магазине. Три поездки по цене одной, целый ряд, а то и два кораблей, 80% из которых по своей сути не несут никакой пользы, так как игроки используют лишь ограниченные парк техники. Обновленную карту высот, а также две пустые локации. Двухуровневую мини-парковку в виде магазина и теплицу с ангарами, коим теперь называется обновленный Гримхекс, который превратился из маленькой и ограниченной пиратской станции в настоящий пиратский мегамол. Правда, настолько пустой, насколько и бесполезный. Гляньте на этих пиратов, разъезжающих на 890-м, которые грабят несчастных 50 человек на сервере, их никто не может остановить. Поэтому приходится признавать, что по всей своей сути 3.10 спущены в унитаз кейс нововведений, которые легко бы поместились на периферии чего-то более глобального, например, предыдущего патча 3.9. На что же тогда делать ставки? Ну, я поставлю на футбольный клуб из четырех букв, а все остальные на конец года, а именно 24 декабря. Именно в этот день стоит ожидать обновления 3.12. Почему ждать и все-таки больше стоит, чем нет? Психология такова, что всем всегда хочется верить во что-то лучшее и светлое. Верить в то, что с обновлением мы спустя много реальных лет выберемся из душного и пустого Стентона в еще более жаркий и такой же пустой пайро. К сожалению, 2020-й не станет годом, когда система Стентон обретет свой истинный вид с завершенным Круссейдером и посадочной станцией, с огромным кольцом астероидов, различными мелкими туманностями, переделанным портом Алиссар и не только. По факту остается признать, что весь пар Ситкона 2019 года ушел в гудок. И локомотив пока всего лишь паровоз, едущий на углях, которые обслуживают условно пара-тройка человек. Возникает логичный вопрос. Где все остальные? Для Star Citizen этот год стал таким же неоднозначным, как и таинство вокруг Сквадрон 42. Еще в конце февраля сообщество продолжало наблюдать за движением дорожной карты, но после 7 марта они прекратились. Оказывается, то видение задач, которое она отражала, не соотносилось с реалями. Итак, о сингл-проекте пока ни слуху ни духу со времен конца 2019 года и видео, которое показывало предварительные графические возможности. Подогрел к эскадрилье интерес случайный. Случайный анонс нового видео, которое, к сожалению, так и не было показано спустя почти 4 месяца после анонса. Всем прекрасно ясно, что где-то в недрах других студий идет разработка таких же давно анонсированных проектов, так и в Cloud Imperium продолжают трудиться эти несколько сотен бедных человек над гигантской космооперой. Правда, пока билетов продано больше, чем существует мест, и ни одного звонка так и не прозвучало. Тут начинаются фантазии. И первое, и самое оптимистичное. Где-то в недрах ЦИК ходит альфа билд первого эпизода истории нового мнейм-пилота и люка Скайуокера в борьбе с плохими дядьками и вандулами. И хочется верить в то, что Ситкон окончательно даст ответ на конечную дату релиза. Естественно, где сладко, там бывают и мухи. Существует вероятность того, что СК не выйдет ни в этом, ни в следующем году, поскольку перфекционизм одного не коррелируется с нынешней обстановкой и стадией готовности. В конце хотелось бы предположить, что может ждать нас на Ситконе. Да, все вы помните, что ЦИК анонсировали новый стандарт создания планеты-локации для Круссейдера, его выхода в патче 3.13 и 3.14. На минуточку это через год. Но Ситкон должен показать, что произошло такого, от чего пришлось отложить столько планов в пользу чего-то действительно важного, вносящего в разработку проекта нечто невероятное и совершенно новое. А вот что конкретно, это уже дело ваше. Пишите в комментариях, что по-вашему всем стоит ждать АЦИК на Ситконе. Мы лишь предположим, что если это будет очередное видео в Пайро, где будут летать те самые хромые утки, это будет определенно провал, ибо нового в этом ничего нет. Предварительный итог складывается из того, что в данный момент 2020-й для Звездного Гражданина держится на появлении постоянства и серверного обжи-контейнер-стриминг. Вот эти два столпа. Что будет третьим и четвертым? Пишите вы в своих комментариях, а мы их обязательно и с удовольствием почитаем. Заходите к нам в наш Дискорд-канал, ссылка в описании, и дискутируйте с нами по этому поводу. Ну и обязательно подпишитесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну и не забывайте заходить в гости к коллегу Лайму, который в этот момент от всех нас ждет только поддержки. Поддержать его можно как финансово, так и подписавшись на его Ютуб и Твич-канал. Обязательно это сделайте. Увидимся совсем скоро. Берегите себя и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!